Лекарственная терапия Лекарственная терапия Лекарственная терапия Лекарственная терапия Такого рода токсичной терапии. И вот это исследование, которое было проведено, показало, что беспрогрессивная выживаемость была одинаковой. То есть не хуже карбоплотин с паклитоксилом дуплет по сравнению с таксол, доксульбицин и цисплатин. И по общей выживаемости. Вот это видно по кривым. И на основании этого паклитоксил с карбоплотином становятся стандартом в химиотерапии первой линии. Но если мы видим вот эти рандомизированные исследования, если суммировать, то надо сказать, что частота объективного ответа не такая уж высокая при диссеминированном рае. Кинтометрия назначения вот этой стандартной химиотерапии с короткой медианой беспрогрессивной выживаемости и короткой медианой общей выживаемости. Но лучшие результаты были при триплете, хотя он был затем заменён на дуплет, и где всё-таки результаты медианой беспрогрессивной выживаемости могут достигать 14 месяцев, а общей выживаемости даже до 3 лет. Ну и вы видите, что стандартом химиотерапии первой линии на долгие годы становится и на сегодняшний день это карбоплотин с паклитоксилом с трёхнедельными перерывами. Химиотерапия второй и третьей линии. Вот здесь мы не можем привести рандомизированных исследований ни второй, ни третьей фазы. И число обследованных больных, которые подвергались лечению уже после неэффективной химиотерапии первой линии в назначении различных вариантов, это и этапозит, и гемцитабин, и паклитоксил. Мы видим невысокие результаты на небольшом числе больных вот химиотерапии второй и третьей линии. Но ещё раз говорим о том, что невысокий уровень как объективных ответов, то следовательно вообще и без прогрессивной, и общей выживаемости. И вот эффективность выживаемости, ну где-то максимально 10 месяцев при назначении уже второй линии химиотерапии. И в рекомендациях Эстера и Эспа мы видим, что стандартом химиотерапии остаётся первая линия карбоплотин с паклитоксилом. Вторая линия химиотерапии, она фактически стандартной не существует, но преимущество в практике отдаётся к доксорубицину в монорежиме или паклитоксила. И если длительный интервал после химиотерапии первой линии, может быть возобновлена и та же схема химиотерапии. В отношении гормонотерапии. Гормонотерапия представлена для рака эндометрии, для диссеминированной формы. Традиционно на первом месте это прогестины, в которой ответ общий достигает 25%, но без прогрессивной выживаемости вы видите небольшая. 3 месяца общая выживаемость до года, возможно комбинация прогистину с антиэстрогеном тамоксифеном, хотя результаты такие же, но предпочтение всё-таки отдаётся прогистинам. Может быть в монотерапии тамоксифен меньше эффект даёт. Затем CRM могут использоваться, ингибиторы ароматазы, агонисты релизинга гормонов, но их эффективность ниже, чем прогистинов. Но и всё равно, говоря о прогистинах, хотя мы ориентируемся на них, это медроксипрогистроноацетат, мегистроноацетат, это невысокий уровень ответа. При той предварительной эйфории, которая возникала при гематогенных метастазах выявленной эффективности, всё-таки короткий эффект беспрогрессивной выживаемости и короткой медиано-общей выживаемости. И в рекомендациях последних, 20-го года, мы видим, что гормонотерапия может быть назначена при диссеминированном процессе, при лоу-грейд опухолях, без быстрой прогрессии процесса. При локальных метастазах, в печени гематогенных, лёгких, возможно, такого рода гормонотерапии. Но желательно определять гормональный статус как по первичной опухоли, а тем более желательно это делать по биопсии рецидивной опухоли. И предпочтение отдаётся или медроксипрогистроноацетату, или мегейсу. Ну и альтернативой могут быть ингибиторы ароматазы, томоксипен. В рекомендациях американских мы видим, таким образом, стандартное лечение лекарственной терапии. Это химиотерапия карбоплотин с паклитокселом. Это вторая линия, перечисленные препараты. И гормонотерапия, о которой мы с вами говорили. В наших клинических рекомендациях те же схемы химиотерапии, но общий ответ предлеченных больных невысокий, фактически на химиогормонотерапии достигает всего 15%. Поэтому возникает вопрос о новых комбинациях, включение таргетной терапии и, возможно, иммунотерапии. Таргетная терапия. Таргетная терапия, вот ГОК-86, три рукава, где дополнением был Бевацезумаб, как в схеме химиотерапии паклитокселоскарбоплотин и далее в поддерживающем режиме. И вот по синей кривой мы видим лучшие результаты там, где выбиралась как раз тот рукав, где был поддерживающий вариант с Бевацезумабом. Но другое исследование, метод Н2, оно фактически два рукава, такой же вариант химиотерапии с добавлением Бевацезумаба, хотя и отмечен эффект в сравнении только с моной, только с химиотерапией, однако нет статистически достоверных, в общем-то, по общей выживаемости при добавлении к химиотерапии Бевацезумаба. И вот эти кривые фактически говорят об этом же. Но в то же время в американских НССР рекомендациях мы видим карбоплотин с Бевацезумабом, как опция, может быть добавлена к химиотерапии. В наших рекомендациях клинических тоже есть Бевацезумаб, но как в монорежиме. На что ещё обращают внимание при выборе таргетной терапии, это на серозной рак эндометрии, который фактически при заболевании составляет только 10%, но великий, большой процент смертности от этого заболевания. И для этой группы больных, у которых при иммуногистохимии определяется херпозитивный статус, рекомендуется на сегодня транстозумаб. Это было показано в исследовании, где рандомизация была без транстозумаба и с транстозумабом при херп положительных опухолях. И мы видим по кривым вот это жёлтое, которое говорит о том, что беспрогрессивная выживаемость при серозном раке выше там, где добавлен к химиотерапии Бевацезумаб. Это видно и по общей выживаемости. Поэтому в рекомендациях вы видите в первой линии для серозного рака, помимо паклитоксила с карбоплотином при диссиминированном процессе, ещё и добавление транстозумаба. В наших рекомендациях также это есть. И вот если стандартно рассматривать таргетную терапию, добавленную, мы видим её как в первой линии химиотерапии для серозного рака, и во второй линии всё-таки Бевацезумаб фигурирует к добавлению вот уже нестандартной химиотерапии. И если мы говорим о гормонотерапии, мы уже сказали эти рекомендации, и вот оставшиеся пять минут я хотела бы посвятить инновациям как раз в лечении рака эндометрия, это иммунотерапии. Почему было обращено как раз к раку эндометрия? Потому что одним из моментов важным при расчёте на эффективность иммунотерапии это наличие соответствующих важнейших маркёрных предикторов. Это нарушение системы репарации ДНК или микросателитная нестабильность, что как раз и определилось. Вот видите по этому графику, видно, что при колоректальном раке, при раке желудка и, смотрите, МСА, высокий красный, при раке эндометрия. То есть определение вот этого показателя целесообразно при рецидивах, при распространённом раке эндометрия. И вот исследование Кейноут-158, куда включались различные солидные опухоли, и 15% это были больны раком эндометрия, СМСА, Хай. И что было показано, что ответ на дополнение назначения иммунного препарата пембролизумапа был существенным как раз в группе пациенток с МСА, Хай. Мы видим, что 57% ответ по сравнению с 11% там, где отсутствует или неизвестен МСА и Хай. То есть этот показатель говорил о том, что назначение этим пациенткам имеет смысл, потому что пембролизумапа вызывал, вы видите вот по этому графику, как редукцию дозы у большинства больных, и даже не только на 30%, но даже на 50%, на 60% и более. И поэтому мы видим, что в американских рекомендациях появляется опция пембролизумапа при опухолях МСА, Хай. Но далее, так как всё-таки больных с диссеминированным процессом ракомендометрия с МСА, Хай не так уж много на самом деле, где-то 10%, тогда вставал вопрос, а может быть можно увеличить эффект иммунотерапии, подключая или химиотерапию, или антиагиогенные препараты к иммунотерапии. И тогда проводится исследование Кино-146, где добавление к пембролизумапа ленватиниба, таргетного препарата, ингибитора, тирозин кеназ. И вы видите, что вот два графика демонстрируют как раз эффективность вот такой комбинации к иммунотерапии добавления таргетного препарата. Вот здесь это видно в таблице. Там особенный эффект был, конечно же, к ДМСА и Хай, и дефицит в системе репарации. Но в то же время добавление ленватиниба позволяло получать ответ на иммунотерапию и в опухолях без ДМСА и Хай и дефекта репарации. Это касалось всех гистотипов опухолей, особенно даже вот этих серозных опухолей. И даже на основании этого исследования, второй фазы, были рекомендации включить уже эту комбинацию в Америку, Австралию и Канаду включили эту опцию. Вы видите, что в рекомендации 2021 года, помимо монотерапии пембролизумапа, опухолей, МСА и Хай и дефекте репарации системы, появляется и комбинация ленватиниб с пембролизумапом. В наших рекомендациях эта опция тоже появляется, потому что такая комбинация зарегистрирована была для рака эндометрия уже в июне прошлого года. И вот мы видим даже в русской рекомендациях идёт комбинация пембролизумапа и ленватинибом, там, где отсутствует МСА и Хай и дефект в системе репарации. И вот совсем последние исследования, результаты опубликованные в 2021 году, где сравнивали вариант, где доктора во второй линии выбирали и лидоксорубицир с паклитокселом, или же это была комбинация ленватиниб с пембролизумапом, то есть замена химиотерапии второй линии сразу же комбинации иммунотерапии. И вот результаты этого исследования, Keynote 309, показало как раз эффективно назначение не переходить после химиотерапии попытки второй линии малоэффективной, а сразу переходить на иммунотерапию. И сегодня, это во всех группах показано, мы видим, что в рекомендациях ЭСГА фигурирует иммунотерапия на основе антипедии 1 пембролизумапом при МСА и Хай в монорежиме, и такая комбинация может быть предложена с ленватинибом, там, где даже отсутствует МСА и Хай и дефект репарации. И заключая, мне хотелось сказать, что для диссиминированного рака эндометрия в первой линии всё-таки стандартом остаётся карбоплотин с паклитоксилом, добавление транстозумапа при хероположительном серозном раке, гормонотерапия при медленно текущих прогрессирующих процессах. А вот вторая линия – это доксорубицин и паклитоксил, для нас было стандартом, и, возможно, произойдёт изменение, и на первое место всё-таки выйдет даже иммунотерапия, как в монот-варианте или в комбинации с ленватинибом. Хотя здесь высока цена вопроса, о чём осторожно высказываются как раз СГЭ-эксперты. Спасибо за внимание.